Да, приветствую, Анечка и Танечка, приветствую. У меня в гостях сейчас вот на этой конференции Аня Артамунова. Она очень крупная была, волейболист, известная, чемпионка, но все её знают, да, и Анечка Молокова. Да, она хочет, Аня хочет рассказать, как она научилась плавать с помощью ключа. Вот это интересно, да? Может, начнём с Анечки, расскажите, как вы научились плавать с помощью ключа. Ну, вообще, я с детства боялась воды. И в бассейне я пробовала делать вот этот стресс-тест. Где-то так вот по шейку в воду опускаешься и делала стресс-тест. А это недавно было или когда это было? Это было давно, это было где-то три года назад, три с половиной года назад. Но ты уже были взрослые. Да, да, я не могла научиться плавать вообще. Для меня был страх, паника. Я воды боялась. И вот я пробовала делать этот стресс-тест. Кстати, руки расходились прям очень классно. В воде они прям быстро как-то расходились. То есть, вы сначала вошли в воду, да? Ну, плавали. Да. Ну, одна голова сверху, а полностью в воде, и руки были в воде. Руки стресс-тестом делали. Да. В воде, в воде. Или у вас руки были над водой? Руки были под водой. Да. И они расходились очень легко, вот именно в воде. Ну, и я себе внушала, что я плыву, мне легко, комфортно, я плаваю быстро. И, в общем, я научилась плавать. Я бассейн переплывала много раз. Даже плавала одна в бассейне, представляете? Это вообще для меня было что-то. Я приходила на санаторий имени Владарского рядом. Там бассейн, и утром отдыхающие все на завтраке, и вот я прихожу, никого нет. Я и плавать толком, считай, не умею. И одна. А с помощью ключа я себе внушала, что мне хорошо, комфортно, и я плавала одна. То есть, вы эти аффирмации, так называемые, производили на фоне ключевого стресс-теста, находясь в воде по горлушке, да? И представляла, что я плыву, что мне хорошо, комфортно, прям я чувствую себя прекрасно. То есть, вы мечтали, то есть, вы создавали образ будущего своего на фоне ключевого стресс-теста? Да, да. В воде? И на воде. А в обычных случаях вы ключевой стресс-тест делали? Да. До того, до воды делали? До воды делала, я его уже очень давно делаю, много лет. Я еще познакомилась очень давно с ключом, прям лет, наверное, 15 назад. Ну, это вы увидели в интернете где-то, да? В интернете. Это мне врач посоветовал. Он мне вообще ничего не объяснил. Он мне просто сказал, делай вот эти упражнения. И все. А показал он мне, как я потом поняла, упражнения вис назад, вис, да, назад, вперед. Вот это упражнение. Он еще мне говорил, смотри это, не бойся, а то вдруг ты упадешь. Ну, а как там упадешь? Там никак не упадешь. Ну, вис назад это уже из сихрогимнастики. Да, вот это упражнение. То есть, ключевой стресс-тест, вис назад, вис вперед, с проходом вниз, потом еще и упражнение легкий танец. А вы легкий танец делали? Я все знаю, да, делаю, делала. А вот именно стресс-тест он мне по-другому объяснял. Он говорил сначала, говори слово, вхожу. Потом, представляй, как будто одна рука легкая, она пошла. Потом вторая легкая, как будто шарики к ней привязаны. Вот так он мне такой образ давал. Понятно. И вот они у меня шли, шли, одна, вторая. Потом идут они, соединяются. И вот он мне говорил, что в момент, когда соединяются, говори свое желание. Вот так. Молодец какой, молодец какой, да, молодец. И вот я так делала, да. Молодец. А он откуда, интересно, взял? Он врач. Так. Врач. Но он вот только мне сказал, что это метод-ключ. А потом уже, спустя много лет, когда уже появился вот интернет, все, я написала метод-ключ. И тогда вот я вас узнала, и все, в ютубе все лекции, все я это читала, слушала. Ну, как замечательно. А что это вам дает жизни, если вы так не знаете? Вот у меня два раза вообще такой был прилив сил. Это нереальный прилив сил. Два раза. Вот когда я первый раз сам и делала, это вот, наверное, разгрузка была. Я долго делала, минут, наверное, сорок. Шалтай-болтай сорок минут. Да, там упражнение есть. Потом узнает. Потом узнает. В нашей школе чек будущего хомофутурса. Мы проводим вебинары, открытые трансляции для всего народа. Как сказать, наша помощь ближнему, чтобы в наше сложное стрессовое время, в условиях неопределенности, чтобы каждый научился навыкам, простыми действиями, но они очень такие особенные. Сбрасывать стресс. И чтобы мечты исполнялись. Вот сейчас очень хороший пример был, как научилась плавать. Да. Я очень боялась воды. Это для меня вообще было недостижимо, научиться плавать. Так точно так же можно не только плавать научиться, но и английский язык начать учить, или китайский, или французский. Или к рекордам готовиться. Вот интересно сейчас Анечку спросить. Аня Артамоновна, можно вас спросить? Артамонову все знают, наверное. Она у нас прекрасная волейболистка, чемпионка. Ну, расскажите два слова, ну, о себе. Мне посчастливилось встретиться с Хосе Магомедовичем и познакомиться с Ключом лет 12 назад, когда я еще профессионально спортом занималась. Вот. У меня была такая непростая ситуация в спортивной карьере. Там и с отношением с тренером были, и еще какие-то ситуации. Вот. Было падение спортивной формы, и психологически. Такой упадок. Вот. И я как только начала пробовать ключ, у меня сразу же, с первого, второго раза, совершенно изменилось состояние. Вот. Я помню это очень хорошо. И как-то, помимо того, что ушел стресс, сразу же и форма спортивная начала подниматься, и психологически мне стало легче. И я вообще как-то от этой ситуации отстранилась, что там как-то взаимоотношение с тренером, что-то такое было некомфортное. Вот. И потом так получилось, что мне стало очень легко, у меня и форма спортивная вернулась, и еще потом и ситуация развернулась абсолютно по-другому. То есть сначала мое состояние изменилось, а потом и ситуация жизненная поменялась так, что я, ну, грубо говоря, из того состояния, где-то как бы аутсайдера стала чемпионом. То есть я вышла вперед и еще опередила всех, и вообще все просто супер сложилось. Это было первый раз. А потом, значит, я со спортом профессиональным закончила, начала заниматься учебой. Вот. И такой непростой был период у меня в предзащитой диссертации и защиты. И вот перед защитой диссертации я тоже вспомнила опять про ключ. А это если ты начинаешь это пробовать, это закладывается на всю жизнь. Ты просто начинаешь этим обладевать, и потом у тебя и тело, и сознание, оно помнит это все. Вот. Я вспомнила вот в такой стрессовый момент у себя в жизни опять, что мне помогало когда-то, когда мне было сложно. И вообще я себя так круто подготовила, я вышла на защиту диссертации просто в своей лучшей форме, так же, как и в спорте. И прям защита прошла блестяще. То есть я считаю, что сто процентов благодаря ключу. Вот. Самое интересное, я, Анечка, помню, когда ты приходила ко мне в центр, это сколько-то лет назад было, да? Да, 15, наверное, да. А потом ты сама это применяла перед защитой диссертации, и что удивительно, ты же догадалась это вспомнить и применить. Вот это интересно, правда же? Потому что многие люди, которые плохо знакомы, что такое ключ, они попробуют ключевой стресс-тест, и им в голову не придет, что можно научиться плавать с помощью него. Им в голову не придет, что это можно перед защитой диссертации, перед выступлением, перед соревнованием, перед сдачей экзаменов по ЛД, использовать эти методики. В голову просто не приходит. Потому что все так просто кажется. А потом человек, когда получает такое состояние, у него все налаживается, и он забывает, что в трудный момент надо это опять вспомнить и сделать. Или вот эти приемы ключевого стресс-теста, или сделать, если сильный стресс уже, если сильный, досталось, сделать разгрузку. Там у нас есть упражнение разгрузка с перезагрузкой. Да, вот сейчас у нас уже мы делаем формулу ФА. Формула ФА – это подбираем упражнения в синхрогимнастике. По скорости автоматизации начатого действия. Ну, например, я вот… Ну, там сейчас не буду показывать, это вебинар мы сейчас готовим, чтобы опять всем показать. Формула ФА. И книжку, название книжки. Я сейчас договор подписываю с издательством АСТ. Название книжки. Так вот, мы вместе со школой все название книжки отрабатываем. Потому что, если бы не наша школа, человек будущего, Homo Futurus, я бы такое название не придумал. А вот название приближается к тому, что от страха к свободе. Это было раньше у меня. Я готовил. А сейчас добавить туда. От страха к свободе, сихрогимнастика, формула ФА. Чтобы все увидели, что это не обычная психология, но сейчас же миллион психологов. Чтобы все поняли, что это не опять то же самое психология, психология, там поменяют отношения, все у тебя наладится, это понятно все. А формула ФА это, сихрогимнастика, это связано уже немножко с другим. Это что-то новое совершенно. Потому что это подходит и для творчества, и для плавания подходит, и для физкультуры подходит, и для всего. Это как раз таки подбор индивидуальных упражнений. Индивидуальных. Вот же в чем секрет. Вот такой внутренний взрыв эндорфина, внутренней аптеки, когда и голова перестает работать, в больном режиме, начинает работать в прекрасном режиме, в творческом режиме. Да-да-да, это такое внутреннее быстрое переключение, сверхскоростное. И обучение навыкам, потому что сделаем несколько раз по формуле ФА, синхрогимнастику, а потом ты можешь и все другие вопросы, умственные, или оздоровительные, или творческие, решать гораздо проще и быстрее. Это очень удивительная штука. И вот я хотел Ане спросить. Аня, ты уже с формулой ФА работала? Да, я работала. Несколько дней, наверное, я ее практикую. И вот я после первого раза, когда сделала, ну, недолго, в течение, наверное, минуты, ощутила, ну, такую приятную легкость. Вот. И, в общем-то, там на следующий день ничего такого прямо не знала, что что-то произойдет. Но тут у меня так случилось, что нужно было в очень сжатый срок, сжатый промежуток времени одновременно сделать все. Прямо навалилось несколько задач. И дома что-то сделать, и мне тут звонят, и по работе вопрос решить. И я вдруг заметила, что я как-то, обычно я на это реагировала, ну, как, обычно это в тебя вводит в состояние такой нервозности, начинаешь такую легкую панику ощущать. А здесь я как-то так раз все на таком, как-то, наверное, это можно назвать как вот легкость и вдохновение. Я как-то одновременно начала делать и подумать что-то, и думать там по работе какую-то проблему. Тут у меня еще ребенок звонит. И все это как-то в один момент, вот в этот сжатый промежуток времени у меня получилось очень легко, естественно. Вот я хочу, чтобы все... Я еще тебе сказала, думаю, вот как думаешь, хочу, чтобы все обратили внимание на это очень важный момент, ты сейчас рассказываешь. Очень важный момент, что как раз-таки, когда много задач нас в голове, когда суета, когда не знаешь, за что схватиться, все из рук падает, а надо и то, и другое, и третье, то после сихрогимнастики по формулу ФА, где как раз-таки этому обучаются, но очень быстро, за одну-две минуты делаешь упражнение, то потом, все эти дни, когда тебе хочется что-то делать быстро и сразу у тебя легче переключаемость получает. Вот это очень интересно, ты сейчас наблюдение сказал. А скажи мне, ты пробовала с кем-то, если ты еще работаешь где-то сейчас, не только по физкультуре, ты с детьми работаешь, ты же диссертацию защищала, почему? По какой? Диссертацию защищала на стыке двух наук, это педагогики и генетики, там все, да, ну, сейчас я работаю с детьми. А с детьми, да, у тебя какой возраст детей, маленький или постарше, какой возраст детей? Возраст с 8 по 11 класс, дети... О, самый сложный такой, самый переходный, самый такой, когда влюбляются, когда там проблемы возникают, когда ЕГЭ сдают, когда к институту готовятся, да? Да, еще у нас ко всему Лицей МГИМО, который готовит детей к поступлению именно в самый престижный сейчас ВУЗ в стране, поэтому это у нас как профессиональный спорт получается, то есть дети, конечно, отобраны, плюс им нужно вот за эти несколько лет выполнить такую нагрузку и такую выдержать конкуренцию, таких настолько много стрессов пережить, то есть в общем-то это сравнимо с профессиональным спортом, но это уже в образовании, поэтому... Ну, ты скажи, пожалуйста, Аня, ты уже с какой-то группой там работала или с одним человеком, мальчик, девочка или с кем-то ты занималась? С двумя девочками вот сейчас работаем. Ты им показываешь эти упражнения, принципы, правила и приемы, да? Да. Ну, потому что для всех, кто не в теме, это будет весьма ново, потому что там совершенно новые принципы, правила и приемы, в формуле ФА, это сихрогимнастика, как раз таки, когда вы подбираете себе индивидуально упражнения, все это делается в течение одной-двух минут, не больше, подбираете упражнения, которые регулируются по критерию, по критерию скорости, автоматизации начатого действия. То есть, вы начали делать движение какое-то, и это движение, и это движение, и это движение. Вот вы ищите, допустим, ну ладно, мы потом на вебинаре все это покажем, одно-две минутки так делаете, и вы напоминаете немножко, знаете кого, вот иногда показывают это в танцах трясущиеся такие человечки, там индейские, индейские танцы или в каких-то племенах одновременно и шеи трясут, и корпусом трясут, я даже думаю, такую игрушку бы такую придумать, где много разных частей игрушки вибрирует с разными частотами. Это как раз, это удивительная штука, это, между прочим, мировое изобретение, вообще мировое открытие, что если человек, как Анечка сейчас рассказывала, а я просто хочу подчеркнуть это, обратить ваше внимание всех, кто смотрит наше видео, что если во время стихрогимнастики по формуле ФАНТ, одновременно, одновременно пытаться по скорости автоматизации начатого действия подбирать себе движения, мы одновременно этим самым развиваем поисковую творческую активность мозга, все другие задачи тоже, множество задач, быстрее решаем потом в жизни, любые, по творчеству, по науке, по танцам, где бы вы ни находились, вы легко можете, уже без этих упражнений. Вот это вот надо, мы еще несколько таких будем делать видео и с вами, и с разными людьми, чтобы это вышло на мировой уровень, потому что у нас есть первая часть, первая часть школы Человек Божища, Хомо Футурус, это бесплатный ликбез для всего населения, это наша с вами помощь ближнему, чтобы помочь людям сохраниться в условиях неопределенности, вот какие важные слова, условия неопределенности, высокое напряжение, и тут главное, что формула Фа и синхрогимнастика позволяют по методу ключ научиться энергию стресса использовать в собственных интересах, вот чего никогда в мире не было. Да. У вас вопросы ко мне есть какие-нибудь? у меня вот вопрос такой, Хосай Магомедович, а вот когда, допустим, по этой формуле, вот одной рукой я делаю, допустим, так, второй начинаю так, и вот должна произойти автоматизация, да? А вы ищете те движения, повторяемые, к которым адаптируетесь быстрее? Да, в итоге вот у меня получается... То есть автоматизация. Понятно. То есть в ритм ходите быстрее. Нужно в ритм. Одной части тела в один ритм ходите головой, в другой ритм ходите ногами, в третий ходите, крутите колокольчик, аккуратно, шарлот, делаете так и крутите бедром. То есть, короче говоря, многоуровневая система человека, все части, так сказать, в своих ритмах, это все равно, что вы моделируете механизмы с помощью физических упражнений, вы моделируете механизмы бессознательной части мозга, когда человек ищет решение в условиях многих проблем, когда многозадачность, в условиях неопределенности, в ситуации жестких временных ограничений, когда нет времени, может же как, он суетится, он ищет, он смятение, он ищет, как решить вопрос. А вы как раз такие вот это, синхрогимнастика по формуле ФА, тренируйте этот навык, потому что вы же ищете, ищете многие разные движения, которые повторяемые, по скорости автоматизации, по скорости вхождения в ритм. И ваш мозг научается, возможно, научается навыкам в любой деятельности, где много задач надо решить одновременно, быстро-быстро находить оптимальные, неординарные решения. А знаете почему? Я вам сейчас секрет открою. Этого пока никто не знает. Сейчас скажу. Потому что все эти задачи, все эти задачи жизненные, и все задачи, которые вы себе моделируете с помощью физических упражнений, на самом деле не будут решены до тех пор, пока мозг сам не перейдет в такое состояние более высокой самоорганизации, где эти противоречивые действия не являются противоречивыми. и там возникает такое состояние и такая точка зрения, с которой эти противоречия не противоречат. То есть по существу это повышает уровень самоорганизации, то есть развивает интеллект и творческие способности человека. Это вообще фантастическая штука. Ну сложно было Хасай Мугомедович, вот сразу, когда я первый раз пробовала, мне сложно было. Я этой рукой делаю, эта рука вообще не слушается или вот ничего не получалось. Да, но всего одну минуту надо так делать, больше не надо. Вот в этом и заключается. Почему этот механизм в сто раз быстрее, чем любое упражнение йогов, медитаций, все существующие методы мира, сотни раз быстрее, потому что тут как раз такие противоречивые задачи надо решать одновременно. А там каждый прием отрабатывается долго и так далее. Понимаете, тут совершенно другая концепция, это другой уровень совершенно. Это не психология, это уже ближе, это междисциплинарная, это где-то нейрокибернетика, это что-то такое. Но я думаю, мы сейчас за несколько минут все это не расскажем. Хотите, мы еще раз потом встретимся, да, через несколько дней? Конечно. Анечка, а ты как по своим делам там у тебя получится, что мы еще раз встретимся? Конечно, как только вы скажете, когда у вас есть время, обязательно, да, с удовольствием. Да, с удовольствием встретимся. Татьяна, и вы время найдете, да? У меня всегда есть время. Ну, хорошо, отлично, отлично. Надо людям помочь, надо людям помочь, надо, чтобы они все-таки научились сами регулировать свое состояние, сами могли, да, потому что сейчас вот это такой жуткий стресс неопределенности и многозадачности, и люди не знают, за что хватиться, потому что мы не знаем, что будет завтра. Да, а выжить надо и не только сохранить себя, но и поднять себя по уровню, действительно, да, по уровню, чтобы и успеваемость была, и ДЭС сдали, и в институты поступили, и плавать научились. Да. Не умеет. Да, да, да. Я вам очень благодарен, до встречи, до встречи, спасибо. Спасибо, благодарю. До встречи. И всем участникам Школы Человек Будущего, Кома Футурос, приветы наши, приветы наши, потому что наша школа, наша школа, это окно в будущее, да. Школа Человек Будущего, окно в будущее. До встречи, друзья. До встречи. Спасибо. 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 Спасибо.